Влияет ли генетика на христианина, который принял Иисуса Христа Сына Спасителем? Было бы здорово, конечно, чтобы в крещении не только омывались все наши грехи, но мы становились с людьми абсолютно новыми, не склонными ни к каким грехам, прямо как Адам в раю до грехопадения. Но нет, хоть первородный грех омывается и прощается, предрасположенность, в том числе генетическая, остается. И к тем порокам, которые были в сердцах родивших нас родителей, и к тем добродетелям, которые были в их жизни, и к тем болезням, не только духовным, но и физическим, которые болели они. И хороший врач всегда спросит, а у родителей твоей было подобное заболевание, а у бабушки, дедушек? То есть, чтобы понять, насколько глубоко это в тебе засело. Если приобретенное тобой впервые, лечить проще. А если уже на уровне генетики, лечить сложнее, нужны другие лекарства, дольше период излечения. Так что природа человеческая меняется, ну, духовная. Опять же, не по щелчку пальцев ты становишься мудрее, добрее и добродетельнее, а в таинстве крещения дается тебе благодатная сила, становится лучше. Ты можешь ей пользоваться, а можешь никогда не воспользоваться. Покрестился, ну, все хорошо, ангел-хранитель теперь у меня есть, можно расслабиться. Теперь уж точно ничего плохого со мной не произойдет. Но все немножко не так. Так что генетику надо исправлять, наследственные болезни лечить и не думать, что в таинстве крещения происходит какое-то волшебное оздоровление. Как говорила там одна девочка после крещения, 14-летняя, своим родителям. Мама, почему ты крестилась, а насморг до сих пор не прошел? А насморг не проходит, проходит нечто другое. Пусть Господь нас хранит и исцелит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.